Полезный город Давайте постараемся разобраться сегодня в том, насколько полезна органическая и натуральная косметика Но и Анна нам в этом поможет Вообще, Анна, вот как появилась у вас идея создания этого магазина в Кирове? Почему выбор пал именно на органическую косметику? Магазинчик этот мы его с нуля не создавали, он уже функционировал, работал Но в силу того, что у предыдущих владельцев какая-то жизненная ситуация Они его решили продать И вот так получилось, что мы его увидели И я поняла, что надо брать Учитывая, что интерес уже было Вот смотрите, обычно органическая косметика начинает интересоваться Либо когда это твое хобби Когда ты, например, варишь мыло И дальше развиваешь себя Понимаешь, что тебе нужно где-то продавать его Либо это некая потребность собственная Какая-то проблема с кожей, с волосами Ты пытаешься ее решить Вот в вашем случае это что? В моем случае, наверное, это все-таки второй вариант Я не производитель Но, кстати, у нас есть определенные договоренности С одним производителем, который, да, хочет выставляться у нас Мы ведем диалог Вот кто маленький, кто сам на себя работает Местные Мы можем дать им место, да Совсем там вот небольшую плату Они могут выставиться у нас, если они хотят Это как бы некое предложение в эфире, да Если кто нас слушает Вот Мы можем обсудить сотрудничество вот это Так, повторите, пожалуйста Вопросы у меня, мысли улетают А лично вы начали интересоваться этим? Да, все, вспомнила У меня второй вариант ответа, да Это именно как бы для себя И опять же, вот я говорю, что у меня в мою жизнь пришли дети У меня их не один, у меня их несколько Поэтому как-то так более осознанно стала относиться к их здоровью, к своему, к семье И вообще, в общем, в глобальном смысле к земле, где мы живем Потому что это звенья одной цепи, я считаю Стали искать какие-то неаллергичные средства Да, они не вредные Ну, соответственно, что для нас не вредно, для природы Не вредные, вот это вот то, о чем я сказала Звенья одной цепи Не хочется все-таки пакостить, да, грубо говоря, где мы живем И себе, и земле Поэтому вот так все в едином А вообще, чем органическая косметика от обычной отличается? Ну, может, в принципе, когда в магазин приходим, мы берем, не знаю, шампунь, да Видим, на нем написано «натуральная косметика» Эко там пишут Эко пишут, да Но при этом мы прекрасно понимаем, что это может быть, ну, в общем-то не так Вот чем вот в глубоком смысле отличается косметика органическая от неорганической И, может быть, чем там вредные вещества химической косметики в натуральной заменены? Это, да, это вы все правильно сказали Единственное, я бы дала вот такой небольшой совет для людей, которые интересуются этим Все-таки не полениться, да И придя... Я не говорю сейчас про наш конкретный магазин Вообще в жизни где-то Придя в магазин, мне кажется, не стоит ничего, допустим Ну, вот вы приобрели... Или можно просто сфотографировать состав И дома его проверить, прежде чем, ну, как бы покупать определенный продукт У нас, слава Богу, 21 век на дворе Работает интернет, забив состав Даже есть определенный сайт, он называется Экоголик Это специально созданный сайт людьми неравнодушными Также, да, кто заинтересован в экологии в глобальном смысле этого слова Да, не только там, беря людей И вообще, там ведь и порошки есть, и все Это же влияет не только на людей Это же нужно понимать И что нужно увидеть в этом сайте? Да, там есть, да, вот даже в этот сайт Я просто даю мне какую-то такую рекомендацию Забив состав, сайт уже выдает что натурально, а что нет То есть, я вот не химик, да, но я забью вот этот состав, да, введу его И он даст мне некую оценку того, что натурально, а что нет И вы уже сами сделаете выбор, брать это средство или его не брать То есть, там сразу пишется синтетический, допустим, ингредиент То есть, ага, для себя вы отметили Так, это натурально, натурально А вот это синтетика, синтетика То есть, хорошо, там, устроило вас, хорошо, берите Не устроило, меня не устроило, допустим Я буду искать что-то другое И вот так потихонечку, в принципе, мы и производители-то выбираем Вот именно, стараемся выбирать, чтобы состав был максимально, желательно, 100% натуральный Плюс еще, конечно, если мы уже работаем с производителями У них есть определенные сертификаты, которые это подтверждают То есть, это упрощается Я просто запрашиваю эти сертификаты, они мне их дают Я их изучаю И вот таким образом на наших полочках уже появляются некие, там, средства определенного производителя В общем-то, вы уже изучили все за потребителем, можно так сказать Да, ну просто не... Можно просто прийти в одно место и... Да, и рейти Ну, раз уж вы заговорили о производителях, да, с которыми вы работаете Вот если посмотреть ваш ассортимент, у вас в группе, у вас в контакте есть группа Есть, да Мико, Краснополянская косметика, Шоколад, Живица Это все российские бренды Да, верно Мико, это еще и Кировский бренд Кировский, да Мы им очень гордимся Почему вы на российских производителей ставку делаете? Ну, вот это... Я просто радею за то место, где я живу А сейчас я живу здесь, в России Поэтому у нас как-то так сошло Все карты легли так, что... И, ну, других вопросов не возникало, чтобы это был кто-то и другой Ну, мы же здесь живем Травы растут здесь рядом, как говорится, где родился, там и пригодился А раз мы живем все-таки здесь, на этой земле Травы здесь все наши, фрукты наши И как-то так мы и производители наши Вот, поэтому как-то так все сошлось, что мы именно ставку сделали Да, в основном у нас российские производители У нас, по-моему, даже зарубежных нет Нет у нас А вот, смотрите, в последнее время, действительно, органическая косметика Это, ну, некий прям популярный тренд, да? Вот это что? Это тренд или это действительно... Это действительно действие, это действительно работает, да? Почему она в последнее время стала так популярной? Ну, я не могу, конечно, ответить за массой людей, да? Я могу ответить за себя Вот Просто ощущается эффект сразу, там, не через 10 лет или 15 А сразу, в принципе, если крем вам подходит Ну, в зависимости от состава, от способа взбития этого крема, да? Ну, есть некоторые факторы, когда нужно крем подбирать именно под каждого человека один Не может один крем подойти всем, да? Мы же все разные И крема нам, соответственно, нужны разные Просто надо суметь правильно подобрать Это раз А во-вторых, они работают, если правильно, опять же, все быстро идти, да? И очищение, и тонизацию, и питание И маски, и так далее, там уже пошло-поехало И это работает сразу То есть, нанеся крем, грубо говоря Вы, вот, во-первых, он впитывается довольно сразу, быстро Без остаточных каких-то элементов Без сжатия кожи, да? Без липкости Да, без липкости, без маски вот этой вот То есть, вроде бы, нормально Вот умылся, и как-то, и все Она стала, ну, кожа уже совершенно другой вид И на ощупь вы просто сами поймете Это, знаете, это просто надо раз попробовать, мне кажется Это так на словах сложно передать Это надо просто попробовать И понять, что ты уже не можешь по-другому Да, прийти просто к нам И девочки подберут под ваш тип кожи Они уже работают не один год Поэтому они смогут, как бы, максимум всего полезного, да? И плюс еще, если вы скажете какую-то дополнительную информацию То есть, бывает же так, что, допустим, девушка Возьмем девушку, молодая, и все, да? Но, допустим, в силу того, что, допустим, у мамы или у бабушки Бывает такой, ну, некий генетический сбой, допустим Ранее старость наступает, да? Дряблость кожи Я не знаю, надо об этом говорить или нет? Но, то есть, нужно дополнительное питание И, допустим, если девушка 30 лет, тогда ей надо брать крема 40 В силу того, что она уже знает, что генетически она расположена к этому То есть, нужно просто дополнительно увлажнить и напитать кожу Если она знает вот такие свои некие особенности Если она об этом скажет, то девочки смогут уже индивидуально для нее что-то подобрать Ну, вообще, вот, по собственному опыту, даже небольшие магазины Почему я люблю ходить в небольшие магазины? Потому что там всегда работает человек, который разбирается в своем деле Который глубоко знает там все, что стоит на его полках Это действительно, вот, ты просто приходишь даже в первую очередь за советом Ну, да, это присутствует у нас И вы на это делаете ставку в том числе Да, ну, конечно, да, это обязательно Вот, как я уже говорила, это индивидуальный подход, как бы, ко всем Особенно, если человек сам раскрывается Ну, ему это важно, ведь он бы сюда не пришел, если бы ему было не важно Раз он сюда все-таки дошел, пришел и начал что-то спрашивать Да, надо уже конкретно рассказать некие пункты его, да, там, его чаяния какие-то Пусть он передаст А уже девочки, они подумают, как максимально помочь этому человеку А работаете вы только на Киров, или у вас есть онлайн-продажи? Знаете, это надо, наверное, обговаривать отдельно Сейчас у нас сайт, грубо говоря, на доработке Поэтому онлайн мы не доставляем куда-то в другие города Но, если вы попросите, это вот все индивидуально То есть нужно написать в контакт, или позвонить, или в морожке где-то обговорить у нас И уже мы решим, да, этот вопрос вполне решаем Вот, я так отвечу Да, вот вполне решаем, просто надо заявить о себе Сказать, что я хочу, можно ли А там мы приложим максимум усилий, чтобы вам помочь У нас уже заканчивается время программы И еще вот хочется понять, ваши клиенты, а не кто? То есть кому в первую очередь, может быть, стоит обратить на вас внимание Дойти, как вы говорите, до магазина? Ну, я бы ответила так, что у нас нет определенной ниши какой-то Мне кажется, данная косметика нужна всем И аллергичным людям У нас есть и гипоаллергенная косметика И те, кто задумывается о братьях наших меньших То есть у нас есть производители, этично направленные Они не тестируют свою косметику на животных У нас есть средства, также некие приятности для мужчин Мы иногда заказываем Они редко, конечно, но метко иногда к нам заходят И детская, соответственно, детские зубные пасты Присыпки, крема, это тоже у нас все присутствует То есть я бы не разграничивала там прям для кого Мне кажется, вот именно эта косметика, она для всех А вот разграничивать по тому, какие продукты пользуются популярностью, какие нет Это, знаете, мне кажется, этот вопрос к самому человеку К времени года и что его окружает То есть где сухо в помещении или где у него на море собрался Это, знаете, это индивидуально Это индивидуально Вы приходите, говорите, я буду там-то, там-то, у меня то-то, то-то И мы уже смотрим, как вам собрать ваш пакетик счастья Давайте напомним еще слушателям, куда нужно прийти Так, мы находимся, Ленина 169, это торговый центр Микс, второй этаж, магазин Марушка Работает он с 9 до 20? Да, с 9 до 8, без обедов, без выходных И также у нас есть страничка ВКонтакте Ну, она называется также Марушка натуральная косметика Я думаю, это не составит труда нас найти Спасибо, Анна, вам за разговор, за полезную информацию Всего доброго и вам, и нашим слушателям Хорошо, спасибо, всего доброго, до свидания Индивидуальный предприниматель Гладышев Игорь Алексеевич Горанип, 3194-35-00-162-43 Полезный город